Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, причем вопрос такой детализированный, тоже не более общий, а конкретный. Почему образованные люди разрушают свои семьи и становятся геями? Может вопрос как-то коряво сформулирован, но тем не менее он затрагивает аспект не просто, что люди нетрадиционной ориентации, а он говорит о людях, которые правда смогли семью создать, построить. Может и ущербную, но развод в принципе не редкость и для человека совершенно традиционных каких-то предпочтений. И еще сделан акцент на образованность, что вот именно какие-то люди образованные, просвещенные, не то что там какая-то там рабочая крестьянская масса. Тут тоже можно согласиться, что люди и семейные, и люди образованные бывают такие случаи, что они правда вот как-то проявляют склонности и, увы, этим склонностям и греху поддаются. Это вовсе не значит, что все геи это на самом деле такие семьянины, они все образованные, а вот люди, которые не геи, они там в общем и не семьянины, они вот там своим женам изменяют, разводятся, и они такие все не образованные. Отнюдь нет, тут тоже может быть некоторая подмена понятий. Вовсе не зависит искушение сатаны ни от образования человека, ни от его каких-то там слабостей, его природы. Искушение сатаны зависит от того, насколько человек готов их принять. Но, как мы помним, больше дано, больше спросится. Сатана воюет с церковью, потому что церковь это невеста Христова. Невеста непорочная, но которая состоит из грешных людей, которые постоянно от Бога отступают. И изменяют Богу, потому что даже совершая самый малый грех, это мы тоже от Бога отходим. Отходим вот единство с Ним. И поэтому церковь, она тоже, можно сказать, имеет такую многоступенчатую структуру. Вселенская церковь, тело Христова, поместные церкви, епархии, и в них приходы, где люди, братья и сестры, собирается вокруг чаши Христова, но самая маленькая ячейка церкви, это семья, домашняя церковь. И сатана всегда семьей будет враждовать. И враждовать ему абсолютно не важно, как он разрушит семью. Например, семью формально будет брак, но люди будут изменять. Или люди оба традиционных предпочтений уберут, разведутся, и уйдут к любовнице, второй брак создадут, его разрушат. И так далее. Неважно. То есть тут он действует, ему все равно, что там есть у человека нетрадиционные предпочтения. Но в том числе он атакует также и людей, которые, увы, имеют некоторые слабости в отношении ориентации. Это не значит, что эти люди плохие. Наоборот, человек, который у всех есть различные слабые стороны характера. Господь нам дает где-то в чем-то больше и больше спрашивает, а где-то дает меньше и меньше спрашивает. Если у человека он вспыльчивый, раздражительный, и он гневается и как-то гневом кого-то своим оскорбляет, это одно дело. А если человек хладнокровный, специально берет и там расчетливо человека оскорбляет, совсем другой спрос будет. Потому что ты не гневлив. Чего ж ты взялся? Другого унижать, оскорблять, как-то задевать. Точно так же и там человек, если у него бывает склонность к клептомании, понятно, он дело все тащит. Но тоже это его может и оправдать. И, конечно, даже клептоману не нужно сказать, ой, я клептоман, я могу все набирать. Нет. Конечно, человек должен даже со своими грехотными склонностями бороться. И гей, который смог, имея какие-то предпочтения, сбои своей сексуальной ориентации, создать семью, ему надо просто поставить нерукотворный памятник. Потому что человек смог победить свою страсть, смог создать домашнюю церковь. Причем тут даже речь не о верующих, неверующих людях, но, по крайней мере, все равно вот он смог пойти по пути своего счастья. А сатана его все равно подловил и сломал. И тут аспект тоже, который затронут в вопросе, а вот что это человек именно образованно. А вот тут как раз и сложнее. Потому что чем человек более гордый, тем легче ему упасть с высоты. Когда ты падаешь с первой ступеньки, ну, тоже можно, в принципе, себе лоб разбить. Если ты падаешь с пятого этажа, то, в принципе, скорее всего, ты не выживешь. Поэтому мы постоянно падаем по своей гордости, но мы каемся. А предводитель ангельского воинства Деница упал, прежде сотворения человечества, и стал сатаной. Стал предводителем бесовского воинства, для которого ад уже, место, из которого он выбраться, не может помножиться своей гордости, придавленный ею. Поэтому человек, который тоже может иметь хорошее образование, положение, работу, который кажется, вот, я могу, я могу уже не оглядываться ни на кого. Ни на Бога, ни на семью, ни на детей. Я могу просто потакать своим пороком. И поэтому такой человек, конечно, больше всего рискует потерять то, что имеет. Поэтому тут в данном случае мы, конечно, тоже переживаем и молимся, чтобы люди, которые поддались порыву страсти и разрушили свою семью ради любовницы женщины, или там в ситуации с геями ради однополого какого-то любовника, чтобы они свою страсть победили и вернулись к семье. Потому что Господь, Он готов всех простить, Господь пострадал на кресте, потому что Он нас любит. И для Него любой грешник – это Его сын, это заблудшая овечка, которую надо спасти. А если, однако, у нас мы чем-то гордимся в своей жизни, своими достижениями, своими образованиями, своими какими-то связями, своим какими-то положениями и должностью, то в таком случае мы должны быть вдвойне насторожи. Потому что даже не имея нетрадиционной ориентации, все равно мы будем особой мишенью для сатаны.